Расскажите о своей программе пребывания в Уфе. Почему вы здесь, что вы здесь увидели, что вы еще посмотрите здесь? Что является одним из приоритетов в работе Генерального консульства США в городе Екатеринбурга, это развитие отношений между простыми людьми. И когда общаются обычные россияне с обычными американцами, они что-то обсуждают, чему-то учатся друг у друга, это улучшает отношения между нашими странами. Мы узнали, что в России существует голод по такого рода знаниям. Как работают стартапы, что такое предпринимательство. Истории предпринимательства в России просто не было. И поэтому мы пригласили нашего эксперта в области предпринимательства, господина Кефи, чтобы он заполнил отчасти этот вакуум. Одно из наших мероприятий в Уфе сегодня будет проходить в Центре для людей с ограниченными возможностями. Мы уже работали с сообществом людей с ограниченными возможностями раньше, и они рассказали нам, что у них есть интерес к проблеме предпринимательства к тому, чтобы становиться более самостоятельными во всех областях жизни. Это замечательные люди, у которых есть мотивация, интерес, которые хотят быть самодостаточными. И поэтому мы попросили предпринимателя Дэна, чтобы он рассказал о стартапах, как можно их развивать и использовать их для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Также мы будем встречаться с представителями деловых кругов, со студентами, для того, чтобы рассказать, какие существуют варианты развития коммерческого сотрудничества между США и этим регионом. Вы упомянули сферу работы с людьми или жизни людей с ограниченными возможностями и о том, что нет ничего лучше контактов людей с людьми. Есть ли какие-то примеры взаимодействия организаций, некоммерческих, негосударственных, которые работают здесь, может быть, в Башкортостане, может быть, в принципе, в округе, за который вы отвечаете, и американских организаций? Есть ли какие-то позитивные примеры? Если честно, контакты между американскими и российскими негосударственными компаниями здесь, в Уфе, весьма скромны. Но я вижу возможность для развития наших отношений. Генеральное консульство США в городе Екатеринбурге регулярно привозит экспертов, и мы можем продолжить работу с сообществом людей с ограниченными возможностями. Я надеюсь, что мы будем этим заниматься в будущем. Если говорить, опять же, о том, что вы привозите сюда людей, которые могут чему-то научить, насколько отзывчивы вузы, высшие учебные заведения в вашем округе, конкретно вот здесь, в Уфе, в Башкортостане, к таким визитам? Насколько, в общем, они стремятся получить эти знания? Мы все хорошо знаем, что сейчас отношения между США и Россией находятся на невысоком уровне. К сожалению, высоко недоверие друг к другу. Некоторые вузы неохотно сотрудничают с нами, а другие с удовольствием открывают двери для наших экспертов. И по мере того, как работают наши программы, приезжают наши эксперты и делятся своими знаниями, мы надеемся, что двери будут открываться чаще. Мы в интервью спрашивали у Дэна Кэффи, какие вопросы чаще всего задают ему. Я могу, мне кажется, примерно поспорить на что-нибудь дорогое, какие вопросы чаще всего задают вам. Во-первых, когда консульство в Екатеринбурге снова будет принимать документы на визу. Действительно, люди часто задают вопросы о том, как получить визу, о том, как можно съездить в Соединенные Штаты. И существует очень большой интерес к поездкам в Соединенные Штаты. Я не работаю в визовом отделе, я не могу ответить на все вопросы, но то, что я могу сказать, мы начали выдавать визы. Сейчас мы можем продлевать визы. Те россияне, у которых срок действия визы истек менее года назад, могут обратиться за продлением своей визы. 11 декабря возобновились визовые интервью во всех консульствах Соединенных Штатах Америки, работающих в России. Я просто скажу нашим слушателям, которые не следят так подробно за дипломатической службой Государственного департамента, вы работаете в России около года. Что за этот год поменялось в вашем восприятии, может быть? А по крайней мере того региона, куда вы приехали. Что за этот год вы узнали такого, чего вы не знали о Екатеринбурге, об Уфе, об Урале вообще? Одна из главных задач, которая стоит передо мной, это расширение присутствия американских компаний в данном регионе. За последний год я посетил много американских компаний. И то, что меня удивило, это то, как хорошо они работают, насколько высоко квалифицированный у них персонал, и как успешно они сотрудничают с российскими компаниями. И это история успеха, которой могут гордиться и Россией и Соединенные Штаты.